Альпийская горка, небольшой фонтан и живописный пруд – то, что первым делом притягивает взгляд на участки семьи Шалаевых. Оглянувшись, понимая, что традиционных для огорода культур не видно из-за обилия цветов и декоративных трав. Многие растения привезены с других районов области и берегов Байкала. Камни тоже со дна священного озера. Все выполнено с заботой и огромной любовью, ведь этот дом стал настоящим родовым гнездом для нескольких поколений семьи. Сливовый сад гордость Людмилы Шалаевой. Она говорит, что деревья более пяти лет почти не плодоносили, а в этом году ветки обламываются из-за количества плодов. Радует также урожай томатов. Тут главное выбрать правильные семена, утверждает опытный садовод. В этом году даже вот была, я правда сейчас не помню какая фирма, я купила семена, любимые помидоры, это чухлама, оранжевые, длинные помидоры. Оказался черный принц. Вот, правда, тоже вкусные помидоры, но вот, как говорится, даже в магазине, как в это самое, и то, обманывают. Все ремонтно-строительные работы – дело рук хозяина дома Виктора Петровича. Мужчина может обычную деревяшку превратить в произведение искусства. Многие соседи просят украсить подделками и их участки. Но наш герой уверен – все самое лучшее должно оставаться в семье. Качели взял, отремонтировал, качели хорошие стало. Он фигуры тоже сделал, тоже радуется. Поэтому, что делаешь своими руками, вообще-то она не может не радоваться и не нравится. Так что доставляет удовольствие все делать самому. А тихими летними вечерами от дачной работы Шалаевы предпочитают отдыхать у реки. Для этих целей специально оборудовали спуск к Китою, установили скамейку. Именно здесь они черпают вдохновение для воплощения новых идей на своем участке. Наталья Зарубина, Михаил Терышкин, Местное время.